Всем привет, ребят! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Сегодня у нас уже 1 мая и я снимаю видео итоги за раскрашивательный апрель. Апрель как-то пролетел очень быстро, я и опомниться не успела. Итогом моего раскрашивательного апреля стали 12 готовых иллюстраций, хотя я очень хотела сделать их хотя бы 13, как это было в предыдущих нескольких месяцах, но последнюю работу я вот совсем чуть-чуть не успела завершить, но я вам все равно ее покажу, а готовых работ у меня получилось 12. Ну что ж, я желаю вам приятного просмотра и давайте приступим к галереи выполненных работ. Начался мой апрель еще в конце марта, когда я начала раскрашивать очередную девчушку из книги «Твои моменты». Очень мне полюбилась эта книга, хотя у меня она не так давно, но уже я регулярно ее раскрашиваю и хочу также это и продолжать. Я показывала вам эту работу в одном из влогов, когда рассказывала о покупке геля «Глосси». Этим гелем здесь я выполняла очки. Вот если видите, они, ну вот, такие как будто бы стеклянные выглядят. И вживую это действительно очень здорово выглядит. Мне понравилось использовать этот гель для вот таких вот деталек. Вообще у этой работы такая очень незавидная судьба, скажем честно, потому что у нее были все шансы оказаться, наверное, в мусорном ведре. А все потому, что я решила поэкспериментировать. Если вы видите на примере у этой девушки немного другая одежда, вот этот вот нижний свитерок, который на примере розовый, я решила сделать гипюровым с помощью вот такой вот пленки для ногтей. Такой способ я увидела у Оли «Crazy All». И мне он очень понравился. У меня когда-то возникали подобные мысли, ну как-то, не знаю, подумала и забыла. Но когда я увидела, что у Оли так здорово получилось, я решила тоже попробовать. Но, к сожалению, у меня получилось не так, как я планировала. Все было немного неровно. И я это все стерла ластиком. Причем я и ластик подготовила, чтобы вам показать. Это вот такой вот жесткий синий ластик. И, чтобы вы думали, я решилась по второму кругу это все сделать. Опять-таки, этой же пленкой. Получилось еще хуже, чем в первый раз. И бумага уже была повреждена. Но, к слову, я вам скажу, что после того, как я первый раз удаляла эту пленку вот этим вот ластиком, даже не стерся лайн. То есть бумага очень оказалась, на удивление, классной. Ну и в итоге, как бы, у меня было два варианта. Либо удалять как-то вообще эту страничку, либо попытаться и как-то это исправить. Я все же решила попытаться. И перекрыла вот все безобразие, что у меня получилось, акриловой гуашью. И пририсовала этой девочке свитер. То есть вы видите, где-то есть какие-то неровности. Но это за счет того, что уже в этих местах была бумага повреждена. Ну, я думаю, что я отлично справилась с учетом того, что я тут натворила. Ну вот, поэтому работа мне нравится. Мне понравился такой яркий фон. Мне очень понравилось то, как очки выглядят. Я попрактиковалась рисовать какую-то вязаную одежду. Поэтому, ну, только плюсы. Я в целом очень довольна с тем, что я и поэкспериментировала, и смогла все-таки как-то достойно исправить свою ошибку. И сразу же после этого я решила, что пора начинать новые раскраски. Поэтому следующие несколько работ вы уже, наверное, видели на моем канале. Ко мне пришла раскраска о котиках. И, конечно же, я срочно захотела ее начинать. И мной была выбрана вот эта вот иллюстрация с котиком-поваром, который котятам готовит пиццу. Мне вообще эта картинка показалась очень милой. Ну, в принципе, как и большинство иллюстраций в этой книге. По итогу могу сказать, что здесь прекрасная бумага. Здесь очень приятный для меня лайн. Бумага очень классно работает с призмами. Они здесь, ну, хорошо ложатся, не требуется блендер. Моими, наверное, такими фаворитами здесь являются сами пиццы. Вот помидорки, колбаска, оливки. Мне очень понравилось раскрашивать и котят, и детальки все я постаралась сделать как можно более реалистичными. Я некоторые контуры чуть менее яркими делала, приглушая их цветными деревыми ручками. Мне понравилось делать текстуру дерева на элементах. Это вот на скалке и также на досточках, на которых лежат сами пиццы. Ну, и также мне очень нравится резак для пиццы. Почему-то он так очень, не знаю, здорово смотрится. В общем, работа эта у меня заняла достаточно много времени. Это было очень активных раскрашивательных три дня. Ну, она шла просто на одном дыхании. Вот я огромное удовольствие получила. Я раскрашивала все карандашами, но, насколько я знаю, девочки уже раскрашивали в этой книге акварелью. И акварель тоже прекрасно ложится, не протекает. Поэтому книга оказалась очень-очень достойной. И, конечно же, в мае я тоже хочу что-нибудь раскрасить в своей новинке. Следующая книжечка, которую я решила начинать в рамках начинания новых книг, это стала раскраска от Мануэль Коллин, вторая часть. И я здесь раскрасила вот такую вот малышку. Здесь, безусловно, есть много огрехов, но я рада, что я эту книжечку начала. Мне очень нравится, как вживую переливается и поблескивает фон, вот эти вот золотые кляксочки. К сожалению, они на фото не смотрятся, но вживую, когда ты вот так вот саму книжечку из стороны в сторону воротишь, то это выглядит прикольно. Ну, в целом, я довольна. Это такая очень милая, компактная малышка. В ней оказалась отличная бумага, и я как-то так на волне эмоций сделала целых 4 фона. И буду продолжать теперь раскрашивать самих девочек. Ну, собственно, вот так у меня это выглядит. Поэтому я думаю, что в мае я тоже еще как минимум одну работу вам покажу из этой книги, потому что фоны у меня уже готовы раскрашивать на этой бумаге, очень приятно. Ну, и работы сами, они очень легкие и занимают минимум времени. Ну, и третьей завершающей раскраской в рамках начинания новых книг в апреле у меня стала вот эта вот чудесная, компактная книжица от Канока и Гуса. Это книжечка с открытками. И мною была выбрана вот такая вот небольшая миниатюрка. Девочка среди винограда со своим лучшим другом. Я решила на этой миниатюрке попробовать максимальное количество цветных карандашей. Они все здесь прекрасно ложились. На фоне здесь я решила оставить текстуру бумаги, что для меня, конечно, очень не характерно, но мне безумно понравился такой эффект. И, ну, я не знаю, возможно, это... Я вот это воспринимаю, как, наверное, следующий свой этап роста, потому что до недавних пор я такое оставить не могла, а сейчас в каких-то моментах все же я стараюсь это делать. В целом мне работа очень понравилась. Мне понравилось цветовое сочетание, мне понравилось безумное качество бумаги, ее текстура, ее плотность. Я раскрасила эту иллюстрацию за один день, то есть если есть у вас там желание получить какой-то результат побыстрее, но чтобы это было что-то симпатичное, миленькое, то вот эта вот книга с открытками, мне кажется, отлично просто справляется с этой целью. И мне, конечно же, хотелось бы, наверное, каждый месяц раскрашивать здесь хотя бы по одной миниатюрке. Это недолго, но результат настолько милый, процесс настолько приятный, что я очень постараюсь. После того, как в апреле я начала три новых книги, я поняла, что я уже очень соскучилась за некоторыми своими старыми книгами. И, наконец-то, я нашла время для разворота, раскраски девушки со всего света и раскрасила здесь очередную девушку. Здесь у нас девушка из Турции. Она у меня очень быстро, на самом деле, раскрасилась, тоже как-то на одном дыхании. Я вообще очень люблю эту книгу, я люблю рисовку в ней. Как вы знаете, здесь я делаю однотонные фоны, поэтому как бы с фонами в основном идеи... Ну, тоже не нужно сидеть и придумывать, что же сделать в этот раз. Мне понравилось вообще раскрашивать здесь лайтфастами. Я пока к ним привыкаю, пробую их на разных бумагах, в разных книгах. Но здесь они вполне неплохо себя повели, но только темные цвета, светлые, к сожалению, здесь не очень хорошо себя вели. Здесь есть некоторые грехи на фоне за счет того, что я, ну, просто где-то поспешила и в каких-то моментах слишком мало времени уделила этой иллюстрации. Но результат мне все равно нравится. Я изначально уверена была, что этот фон у меня будет такой малиновый, ну, вот по цвету украшения и головного убора у девушки. Но когда я ее закончила раскрашивать, собственно, мне оставался только фон. Я в фотошопе подобрала несколько вариантов. И вот такой вот он действительно оказался лучше всего. Он отлично подчеркивал и костюм самой девушки, и ее кожу такую нежную, фарфоровую. Кстати, здесь на костюме я испытала впервые свои новые маркеры Metallic от Stedler вот такими вот украшениями. А вот саму цепочку украшения я прорисовывала линером. Ну, она такая очень-очень меленькая, и, в принципе, это такой был, наверное, единственный вариант. Ну, и на головном уборе также вот есть Metallic Marker. Ну, это у меня уже, я даже не помню, по-моему, шестой разворот в этой книге. И у меня вот здесь такая неприятность произошла. Вот полностью выпал листочек. Ну, это уже как бы с этой книгой не впервые, поэтому я уже знаю, что с этим делать. С помощью скотча, в принципе, проблема решаема. Вот уже это начинается и здесь. Пожалуй, нужно раскрасил разворот и сразу тут же его заклеивать, чтобы не было таких неприятностей. Следующей книгой, которую я решила пораскрашивать, это стала книга «Амарантин» от Анастасии Колдыревой. У Анастасии, конечно, просто потрясающая рисовка, и мне очень нравится раскрашивать ее портреты. И в этот раз мой выбор пал на вот такую вот девушку с драконом. Для меня очень необычная цветовая гамма, несмотря на то, что я люблю зеленый, я очень часто применяю его в своих работах. Но вот такой вот холодный зеленый я практически не использую. То есть карандаши, которые были здесь использованы, они были, по-моему, даже все с заводской заточкой. Но я решила все-таки, что вот такой холодный зеленый этой девушке должен ночью подойти. Мне понравился очень ее взгляд. Ну, так не знаю, очень необычно, что ли, для моих работ. Но мне понравилось. Также я решила добавить вот такой красненький немного, ну, наверное, для того, чтобы оживить иллюстрацию, добавить каких-то таких цветовых акцентов, чтобы как-то и с губами это сочеталось. Ну, а фон, так же, как и в предыдущей работе, я выполняла пастельными карандашами, потом это все закрепляла фиксативом. И если вы видите, что сама фигурка девушки, она бликует, это от фиксатива, а сама поверхность фона, она абсолютно матовая, но при этом она не пачкается. Ну, собственно говоря, и свою предыдущую работу, работу прошлого месяца, я абсолютно так же делала. Саму девушку я раскрашивала цветными карандашами, а фон я делала уже пастельными карандашами. И такая идея мне очень понравилась. И, вероятно, я так и буду продолжать в этой книге, мне пока эта идея кажется очень удачной. Ну, в общем, этой работой я осталась очень довольна. После того, как иллюстрация в книге от Анастасии Колдыревой была завершена, я решила, что что-то недостаточно у меня портретов и раскрасила иллюстрацию в книге «Славик бьюти» от Кристины Новак. Здесь есть вот такой вот портрет девушки с виноградом. И на самом деле сам исходник мне особо никогда не нравился. Пожалуй, потому что, наверное, нет волос какой-то, непонятный пустой фон, да и лицо у девушки было не очень симпатичное. Но эта работа была раскрашена совместно, совместно с Катей. Поэтому я решила, почему бы и нет, иначе я ее сама точно никогда не раскрашу. Но на удивление она у меня раскрасилась, ну, не помню, по-моему, дня за два, ну, то есть очень быстро. И мне результат очень понравился. Пожалуй, в этом месяце мне было также недостаточно и винограда, поэтому я тоже с удовольствием решила эту работу раскрашивать, и из-за него в том числе. Конечно же, свой виноград я сделала фиолетовым. Мне он именно в таком цвете нравится больше всего. Но моей гордостью здесь, пожалуй, есть платок. Мне очень понравился его такой пыльно-серо-синий цвет. И принт, потому что сам платок, он был однотонный, а принт я уже решила добавить по своему вкусу, потому что, ну, мне показалось это слишком скучно. Конечно же, я покажу вам ближе сам виноград. Мне кажется, ягодки очень вкусно выглядят. Мою гордость, платок. По-моему, классно выглядит принт, он здесь очень подходит. Ну, и также мне показалось, что этой девушке прям очень не хватает родинки. Ну, и я тоже решила ее добавить. Ну, в общем, такая работа очень быстрая, но она принесла мне исключительно релакс, удовольствие. В книгах этого издательства просто шикарная бумага. Здесь очень приятно раскрашивать. Поэтому только удовольствие, очень быстро, классные, любимые мною цвета. Поэтому я осталась очень довольна. Да еще и смогла с платком поэкспериментировать. После нескольких раскрашенных подряд портретов я поняла, что теперь, пожалуй, можно и отдохнуть. Также я вспомнила, что есть у меня вот такая вот корейская милая книжечка Dream Love Coloring Studio. Она у меня уже с прошлого лета. И раскрашено здесь всего несколько работ. Я поняла, что все-таки эта книга достойна большего. И решила здесь раскрасить вот такой вот цветочек. Последний раздел в этой книге, он посвящен ботаническим зарисовкам. Здесь очень красивые лайны. Но сам художник рисует акварелью. И очень хотелось бы все-таки попробовать акварель и на вот таких вот простеньких работах. Но бумага, к сожалению, для этого не предназначена. Поэтому раскрашиваем цветными карандашами. Вообще, этот цветочек одновременно стал и такой отдыхалочкой. Потому что я потратила на него всего где-то от полутора до двух часов. И с другой стороны, это стало таким довольно важным шагом, наверное, для меня. Потому что здесь я не пользовалась ни блендером, ни белым карандашом для того, чтобы затеять текстуру бумаги. А я просто наслаивала карандаши, ну вот до тех пор, пока они уже не перестанут наслаиваться. Так как бумага в целом позволяет наслоить довольно много слоев, особенно полихромос, то, ну, это было довольно большое количество слоев, но мне все равно понравился результат. Именно это позволило мне добавлять множество оттенков и полутонов в этот цветочек. К огромному сожалению, я не смогла его достойно сфотографировать, потому что, ну, очень нежные цвета, и они теряются на фото. Я даже не уверена, передает ли их видео, но все же буду надеяться, что и передает. Итог мне очень понравился. Я рада, что в этой книге добавилась еще одна картинка. И я думаю, что теперь можно ее раскрашивать почаще, зная, что на одну работу ты действительно можешь потратить всего несколько часов и получить такой вполне милый результат. Ну и сразу же после того, как цветочек мой был завершен, я уже все-таки нашла в себе силы приступить к работе в книге от Джасмин Беккет-Гриффит. Это работа по совместнику. Я достаточно долго не могла все-таки продумать какую-то идею, и по итогу идея в голове у меня сложилась, и я решила приступить к раскрашиванию. Раскрашивали мы с девочками в этом месяце Ангела с изумрудами, но мне не хотелось здесь делать изумруды, и, собственно, как раз я и думала, какие же камни сделать здесь. И мне показалось, что вполне неплохо подойдут рубины. Пускай они не слишком реалистичны, но, пожалуй, стиль книги реализма и не предполагает. Результат мой мне понравился. Я очень рекомендую вам заглянуть в мой инстаграм, там есть работы всех девочек и ссылки на их страницы, и все работы, они просто шикарные, они все настолько разные, с разным настроением, но все великолепны. Очень советую вам заглянуть. Конечно же, покажу вам ближе. Мне очень понравилась личика самой девочки. Она такая немного обиженная получилась. Ну, пожалуй, как и большинство девочек Джазмин. Здесь, если вы видите свечение от камня на волосах, на коже, и также на траве я постаралась показать все-таки какое-то свечение. Здесь я использовала неоновые карандашки от Калин. Само платье я украшала линерами. Ну, и вот, в принципе, ничего вроде бы особенного, но работа у меня заняла, по-моему, дней пять. Ну, то есть, достаточно долго я с ней сидела. Красная трава для меня, это тоже какое-то сложное испытание, потому что я, пожалуй, тот человек, у которого небо должно быть голубое, а трава должна быть зеленая. И сделать что-то иначе, это достаточно сложно. Поэтому я расту, наверное, и меня это, конечно же, очень радует. После того, как работа на совместник была закончена, я поняла, что теперь я оставшуюся часть месяца, а, к слову, оставалось уже прям совсем немного времени, могу посвятить полностью своим каким-то желаниям. И, конечно же, топ-1 в моих желаниях, это была книга Лора Хикман. Она у меня появилась недавно, и был здесь готов всего один коллажек, и я решила раскрасить еще один. Здесь я решила раскрасить разворотом, потому что, ну, в целом, левая часть, она-то связана и по логике вещей с правой, поэтому я буду здесь раскрашивать разворотами, там, где, собственно, раскрашивание требуется. Скажу вам честно, что мне очень понравился результат. Пожалуй, я, наверное, немножечко превзошла себя, потому что очень реалистичными получились детальки. Мне, конечно же, понравились джинсы. Я покажу вам их ближе. Я снимала отдельное видео по тому, как я эти джинсы раскрашиваю. Ссылочку я оставлю сейчас в подсказке. Вы можете посмотреть, если это вам интересно. Также у меня есть джинсовые вставки на замшевой обуви. Обратите внимание на очки. Я покрывала их гелем Glossy, для того, чтобы они тоже выглядели чуть более реалистичными. Кожаная куртка. Она немного такая с фиолетовым отливом. В принципе, я таки планировала, но, наверное, чуть-чуть его более нежным сделать. Также есть вставки джинсовые на сумках. Вот блестяшки на парфюме. И вот такая камера, где я тоже добавила немножечко Glossy для большей какой-то реалистичности. Я вообще все детальки здесь старалась делать максимально реалистичными. Я смотрела в интернете, как выглядит та же камера. Я продумывала, как может выглядеть обувь. Я в целом продумывала весь образ, ну так, как будто бы примеряя на себя. То есть как бы я могла выйти, и чтобы это смотрелось красиво. Конечно же, я покажу вам ближе и сам портрет девушки. Он такой очень маленький, но здесь девушки изображены очень реалистично. Поэтому, ну вот, как смогла, так и раскрасила. Кстати говоря, тоже вы можете здесь увидеть, я оставляла текстуру бумаги. И здесь я это сделала намеренно для того, чтобы поддержать саму текстуру на джинсах. Потому что на джинсы я здесь тоже оставляла текстуру бумаги. Я еще не прошла здесь фиксативом, хотя смотрю, что вроде бы оно и не пачкает, поэтому, наверное, и не нужно. В видео, о котором я говорила, я раскрашивала вот эти вот шорты. Поэтому, если вам интересно, то обязательно проходите, смотрите. И, скорее всего, именно этот разворот я раскрашу в мае. Ну, для того, чтобы он уже был полностью готов. Ну, в общем, мне работа прям очень понравилась. Я вот чувствую, что это моя книга, и мне очень-то нравится. После того, как я завершила иллюстрацию в книге Лора Хитман, и мне стало очень стыдно перед Ленкой Филоненко за то, что у меня есть целых две ее книги. В книгме раскрашена всего одна картинка, а я же жду ее очередную книгу, которая, по идее, должна выйти уже вот-вот. И, значит, нужно немножечко уделить время тем, которое уже у меня есть. И я решила раскрасить вот такую вот даму с водопадом. Честно скажу, что я довольно сильно расстроилась по результату, потому что здесь очень темная серая тонировка была на лице. И скрыть ее, ну, честно, было очень сложно. Мне до конца это так и не удалось. Здесь я немного украсила все гелевыми ручками от Pantel. Вот они так красиво здесь блестят на рамочке. Также мне очень понравилась вот эта вот полоса на шапке. То есть она, ну, тоже с блестяшками. Этих же блестяшек я добавила и на украшения. Ну, в целом, можно сказать, что работу я выполнила очень быстро. Но, честно говоря, вот эта серость на лице меня очень огорчила. Но, в целом, сейчас уже какое-то время прошло. Я смотрю, что, ну, возможно, не так уж все и плохо. Но все-таки без таких жестких теней на лице, то, ну, все, скорее всего, было бы гораздо симпатичнее. Ну, сделала и сделала. Зато здесь уже хотя бы две раскрашенных иллюстрации. А то с одной было как-то уж совсем стыдно. Конечно же, я хотела бы раскрашивать и книги Петра ежемесячно. Изначально я взялась за ее вторую книгу, но, к огромному сожалению, я испортила там работу. И это была первая. И я очень надеюсь, что последняя в моей раскрашивательной жизни удаленная страничка из книги. Но я все же решила реабилитироваться. И я взяла ее первую раскраску. И раскрасила здесь вот такую вот нежную весеннюю корзинку с цветами. Это у меня раскрасилось тоже за один вечер. Очень быстро. И, ну, на этой бумаге тоже сплошное удовольствие раскрашивать. Это очень быстро. У нее такой приятный лайн. Ну, я не знаю. Ты просто отдыхаешь в процессе. И, в целом, конечно, можно уделять больше времени. И, ну, результат будет более реалистичным. Но, вот, именно в тот вечер мне нужен был релакс. И мне нужно было именно вот такое легкое и простое раскрашивание. Поэтому я довольна тем, что получилось. Здесь у меня две готовых иллюстрации. Я надеюсь, что я в следующем месяце смогу раскрасить, может быть, вот эту вот картинку. Потому что очень уж нравится мне эта бабочка. Я думала раскрасить именно эту иллюстрацию в апреле. Но поняла, что все-таки на это потребуется чуть больше времени. А мне хотелось просто такого легкого релакса. И поэтому свой выбор я остановила на корзинке. Как вы знаете, я люблю заканчивать месяц чем-то красивым и чем-то запоминающимся. И поэтому в качестве последней работы я решила выбрать иллюстрацию из Амарантина. Но вот ее я как раз и не успела завершить. Но я все равно вам хотела бы ее показать. Потому что она уже, ну, почти готова. Это вот такая вот девушка с фуксиями. Здесь, почему я, собственно говоря, не успела? Потому что здесь у меня произошел небольшой казус с волосами. Потому что как-то бумага очень странная отреагировала на легкую подложку с светлым холбайном. И появились какие-то полосы, которые мне пришлось перекрывать. Я на это потратила очень много часов. Но по итогу сейчас их почти не видно. Девушку я, в принципе, практически доработала, можно сказать. Я покажу вам тоже ее ближе. И волосы, и самоличка. Ну и также мои будущие цветочки. Я решила ее немного приодеть. Мне казалось, что сюда прям просятся вот какие-то шлейки. Ну, как будто бы она в каком-то летнем сарафане. И также кулон. Есть у меня некоторые вздумки по тому, как сделать это красиво. И с учетом того, что я не умею ничего дорисовывать. Ну, по крайней мере, я этого не делаю. То вот даже такая дорисовка, вот уровня детский сад для меня это уже какой-то прогресс. Вот, я очень надеюсь, что я буквально сегодня-завтра эту работу завершу. И вы сможете подписаться на мой инстаграм и эту работу увидеть там. Ну, или же готовую уже в итогах раскрашивательного мая. Вот такими вот, собственно, и были итоги моего раскрашивательного апреля. Я надеюсь, видео это вам понравилось. Я надеюсь, вам понравились мои работы, потому что я в каждую из них вкладываю очень много стараний и сил. Обязательно пишите комментарии, какая из работ вам понравилась. И какие книги вы хотели бы видеть в раскрашивательном следующего месяца. Потому что есть у меня еще кое-какое свободное местечко в мае среди моих громадных планов. И, возможно, я смогла бы прислушаться и выбрать те книги, которые вам более всего интересны к просмотру. Я благодарю вас за просмотр. Я желаю вам, конечно же, как можно больше времени на любимое хобби. Чтобы вас не покидало вдохновение. Чтобы все ваши книги вам приносили исключительно радость. Чтобы все артматериалы работали просто вот так, как вам это нужно. И, конечно же, любви, здоровья и прекрасной погоды. Всем пока!